Свекла и ее секреты Чтобы свекла выросла вкусной и полнотелой, нужно знать ряд маленьких хитростей. Я расскажу вам о некоторых из них. Перед посадкой заверните семена в марлечку и замочите на ночь в воде, в которую добавьте немного навоза. Свекла любит простор. Не жарничайте, если всходы частые, обязательно проредите. Расстояние между растениями должно быть около 20-25 см. Прореженные семенцы можно посадить. Свекла хорошо переносит пересадку. Отзывчива она и на питательные подкормки. Особенно она любит настой сброженных сорняков. Чтобы свекла была сладкой, подкармливаем ее раствором золы и поваренной соли. 2 столовые ложки золы и 1 чайная ложка соли на 10 литров воды. Первый раз, когда корнеплод станет с грецкий орех. Второй раз, когда вырастет с кулачок. Чтобы свекла не болела гнилью сердечка, поливаем ее прямо по листьям раствором борной кислоты. 5 грамм на 10 литров воды. В первый раз, когда растение будет высотой 10-15 см. А второй раз, в первой декаде августа. Свекла, как и все корни и плоды, любит полив. Особенно дождик по листьям. Землю на грядке обязательно прикрываем мульчой. Это могут быть опилки или солома. И если мульчи нет, нужно регулярно рыхлить в почву. Срок отсидки свеклы с земли с момента посадки не должен превышать 90 дней. О зрелости можно судить по появляющимся мелким корешкам около хвостика. Не затягивайте со сбором урожая, иначе свекла начнет загнивать. Удачи и хорошего урожая! Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.